И всем привет, ребята, с вами Ворлд, и в этом видео я буду создавать свой 2.2 текстур пак в Джоуме 3дэш. Ну и давайте так, если вы хотите побольше 2.2 роликов, и чтобы они выходили почаще, то давайте наберем 5000 лайков под этим видео. И кстати, я сделал себе аккаунт в Бусти, кто не знал, это как Патреон, но для русских. Купив у меня, например, подписку мой фанат за 200 рублей, вы получите общение со мной напрямую, плюсом эксклюзивный контент от меня, который вы не увидите у меня на канале, и много чего еще. Вот, в общем, преимущества, можете посмотреть. Ну и еще одна есть подписка, купив ее, вы можете спрашивать у меня все, что хотите. Хоть слить текстур пак, который я сегодня сделаю. Ну а мы уже приступаем к саму видео ролику. Ну а теперь всем привет, сейчас мы будем, получается, делать свой текстур пак. В общем, вот Джоуме 3дэш, я тут, да, как вы видите, я тут уже что-то немножечко делал, но я сбросил уже все, поэтому ладно, давайте пока что так. А хотя давайте так, сделаем. В общем, ребят, знаете, у меня такая идея появилась, у меня же, знаете, я же играю на приватном сервере, и там мне иконки очень сильно нравятся. Особенно робтопа, вот это вот сего. И тем более, я постоянно снимаю 2.2, поэтому я думаю, почему бы мне не сделать его. Пока что мы поменяем, наверное, иконки. Я думаю, на большее нам не хватит времени, но может быть хватит, кто его знает. Но если этот видос очень хорошо залетит, то, может быть, я засниму следующее видео. Там мы уже будем, уже, я тут уже, наверное, буду там уже все переделывать. Может быть, даже вот это вот, Джоуме 3дэш заменю на gdps-эдитры, кто его знает. Или gdps 2.2. А тут, например, а тут, например, ворлд напишу. Блин, реально столько идей топовых приходит в голову. Так что да. Но теперь давайте приступим уже к самому процессу, так сказать. Так, значит, заходим мы в Steam, обновление, локальные файлы. Так, обзор, ресурсис. Так, и теперь мы вот так вот, геймшит. Вот так. Я, вот тут можно, наверное, другое, с другим словом перепутать. Геймшит, ну ладно. Так, нам надо ультра HD, потому что я играю на высоких настройках. Не знаю, кто на средних играет, но это ладно, в принципе. Там гораздо больше фпс, наверное, но мне фпс много не надо. Мне и так много. Так, все, запускаем фотошоп. Ну и сейчас будем приступать к процессу. Кстати, вы у меня спросите, откуда я возьму иконки прям вот такого высокого качества? Но я думаю, есть такие люди, которые смотрели у меня видос, который называется, где я, ну, слив 2.2 иконок, что-то по типу такого. Давайте сейчас мы найдем это видео, вот, вот это вот, вот этот вот ролик. Тут я, кстати, оставил ссылочку в описании на вот этот вот сайт, вот. И теперь мы будем делать, а что это за, а, это, как я понял, рандомное, ну ладно. Теперь мы, ну, добавим, наверное, цвет. Я вот, знаете как, я, может быть, думаю, какой мне цвет сделать. Как у Робтопа или просто свой оранжевый? Ну, типа, я, знаете, какую хочу сделать иконку? Тут же есть иконка Робтопа, вот, так, ревил. А, кстати, нет, ребят, знаете, в чем суть? Мы вряд ли сможем сделать именно под 2.2, мы вряд ли сможем... Ааа, вот чем суть, смотрите, у нас же, знаете, у нас не... У нас тут иконки невысокого качества. Блин, вот чем суть. Поэтому, поэтому, ну, не получится, получается, текстур пак сделать. А хотя нет, давайте я попробую найти иконку Робтопа, и потом я вернусь к вам. В общем, ребят, вот я с GDPS-эдитера сфоткал. В принципе, мы вот такие вот цвета будем примерно использовать, поэтому ладно. Оставим так. Ну, качество картинки, конечно, будет такое. А хотя нет, подождите, мы можем, знаете, как сделать, короче, вот так вот. Так, сейчас растрируем слой. Ну, я, да вы, конечно, в этом не шарите, но я думаю посмотреть. Я думаю, будет вам интересно. Так, ну, блин, ну, конечно, тут, знаете, тут много вот всего вот такой вот фигни осталось. Ну, искусственный интеллект фотошопа, видимо, тупее... Тупее кого? Да фиг его знает, кого тупее, если честно. Так, ну, в принципе, издалека выглядит нормально. В принципе, еще если добавить вот такой вот, может, обводочку снаружи вот на один. Так, и вместо какой иконки мы сделаем? Я думаю, вместо... Вот вместо вот этой. Самый дефолт. Так, и если уменьшить? Если уменьшить, чем прикол? Качество, оно будет даже лучше. А когда ты увеличиваешь картинку, да? Когда ты увеличиваешь ее, она, вот видите, такая, ну, менее такая, более размытая, что ли? Ну, вам, вы не увидите разницу, но я, как чел, который два года уже фотошопом пользуется, ну, на постоянной основе, могу вам сказать это точно. Вот так мы, короче, делаем. Все, заменяем. Тут ничего сложного так-то нет, да. И самое главное, под габариты, чтобы было. Вот так. Все, замечательно. Вот это вот прям вообще офигенно. Теперь вот эту мы у... надо удалить. Вот так вот. Все, удалили. Пускай вот так будет. Ну, и сейчас быстрый экспорт. И сейчас мы проверим, что у нас получилось, да. Не знаю, конечно, понравится ли вам ролик такого формата, потому что мы в Geometry Dash толком вообще не играем, поэтому вот, закрываем. Так, заходим опять в Geometry Dash и смотрим, как у нас получилась иконка. Самое главное, надо поставить везде белые цвета. Вот так. Слушайте, нихрена себе, ребят. А давайте я с GTPs-эдитера все возьму, все свои иконки. Капец, вы посмотрите, как топово выглядит. Моя мечта была вот так играть. Офигеть, вот это вообще топовая тема. Я в игры, конечно, особо не играю, ну, в последнее время, но вот эта иконка выглядит просто офигенно. Еще кораблик сделать, вот эту Cycle, НЛОшку и вот это вот все переделать, как у меня на приватке. И все, это будет прям, прям реально это будет топовая тема. Так что те, кто подпишется на мой аккаунт в бусе, я думаю, точно не пожалеют. Так, ну теперь давайте, знаете как? Я думаю, давайте я все до мелочей буду вам показывать. А если ролик будет слишком длинный, то я просто оставлю самые основные моменты. Так что в монтаже, я думаю, не буду особо париться. Так, а вот эта вот иконочка, ну вот эта иконка как-то, знаете, выглядит, ну ладно, пускай будет. Кстати, если этот ролик залетит, как я говорил, мы заснимем уже вторую часть. Но уже я там, скорее всего, буду всякие менять, наверное, вот такие вот и вот такие вот эффекты. Ну, что-то по типу такого. А может быть даже добавлю свой свинкоптер, кто его знает. Вот теперь я нашел вот этот вот кораблик. Мы его, мы сейчас заменим его на вот это вот. Надо еще не забыть вот это вот все сохранить на всякий случай. Потому что мне уже нравится вот эта вот идея с текстурпаком. Давайте теперь тут мы сделаем обводочку черненькую. Хотя нет, тут она особо нам не поможет. Но хотя мы тут как делали? Мы вот эту вот фигню убирали, вот так вот. И сейчас добавим, мы вот добавили обводку, без обводки как выглядит. Ну вот, нормально, топчик. Так, ладно, ну это мы по мелочи, короче, делаем. Так, теперь мы вот так вот перетаскиваем. Блин, ну это вообще классно. Это самое легкое, что я когда-либо делал в своей жизни. Надо еще, чтобы кораблик, самое главное, не был слишком маленьким. Ну я надеюсь, с этим проблем не будет. Ну в принципе, в принципе. Ладно, если что-то будет не так, я потом за кадром исправлю. Так, мы теперь вот это вот, вот это мы убираем. Вот это вот теперь мы выделяем. Так, удаляем. И вот это вот мы тоже удаляем. Так, добавляем вот это вот. И теперь опять быстрый экспорт мы сделаем. Все. Теперь давайте опять перезапустим Geometry Dash. И сейчас посмотрим, что тут у нас будет. Я надеюсь, все будет так, как я... Нет, смотрите. А что это? Подожди, а в смысле? А что это за фигня? А, она все-таки не влезает. Ну ладно, короче, ребят, давайте я постараюсь подкорректировать. Потом я вернусь к вам. Ну, вроде бы как-то так сделал. Ну, наверное, более-менее... Ну, более-менее как-то так получилось. Ну, ладно, давайте попробуем в каком-нибудь уровне посмотреть. Ну, вот тут вот, например, Теория Февризинг. Не, ну выглядит довольно круто, типа. Мне вот так нравится. Я не знаю, почему мне раньше руки не доходили так сделать. Может, потому что только сейчас доперло. Не, ну довольно классно выглядит. Если тут немножечко что-то коряво выглядит, то я уже подкорр... Вот, кстати, я себе выбирал шестеренку, потому что, ну, вот это вот есть Geometry Dash. Но я хотел поставить такие же цвета. И почему-то я вот такие вот цвета, которые вот тут, я не нашел в обычной 2.1 Geometry Dash. Поэтому мы сейчас вот эту вот иконочку поставим. Потому что я когда-то говорил в одном из роликов, где... Новосны, новосном, где я говорил про 2.2, что вот эту вот иконку я обязательно себе поставлю. Так вот, 2.2 мне ждать как-то лень, поэтому... Ну, короче, вот. Где тут у меня Print Screen? Вот так вот делаем. Так. Так. И сохранить. Давайте сохраним. Ну и погнали. Давайте приступать. Ну, в принципе, давайте приступим к редактированию. Ну, тут, я думаю, будет, наверное, легче. Но хотя все равно будет такая фигня, что по-любому вот что-то останется. Вот да-да-да. Или нет. Давайте, ладно, так сделаем. Я потом все равно обводочку поставлю. Вот так. Выполнить обводку. Внешнее свечение. Ну, тут нет. Тут, видите, тут вот такая вот фигня. Ну, давайте просто вот так вот сделаем тогда. Ну, издалека оно как выглядит? Издалека оно выглядит офигенно. Ну, вот еще, я думаю, добавить яркости, может быть. Хотя нет, не яркости. Давайте через Camera Draw сделаем как-нибудь. Поднастроим. Так, вот Camera Draw. И давайте теперь мы вот эту вот штукенцию отредактируем. Правда, я не знаю, имеет ли в этом смысл, есть ли в этом смысл хоть какой-то. Ну, ладно. Я думаю, проще оттенок поменять, наверное. Ну, хотя, ладно, пускай так будет. Так, ну, что-то такое сделал я. Я думаю, надо, наверное, четкости просто добавить и все. Ну, не знаю, но получилось вроде бы... Ну, пускай, ладно, так будет. Вот как выглядело, как стало. Как выглядело, как стало. Ну, ладно. Не будем на этом зацикливаться. Давайте заменим. Так, на какую бы тут заменить? Так, давайте Geomy 3D заранее закроем, чтобы потом не пришлось. Да. Так, где тут у нас... Так, на какой бы тут заменить? Ну, хотя разницы нету в любом случае. Не, ну, получается уже круто. Мне уже начинает нравиться. Не и так нравилось, но вот уже. Я не думал, типа, что настолько мне будет сейчас интересно. Но давайте сейчас на какую-нибудь... Какую-нибудь вот такую вот иконку, может быть, заменим. Хотя, не знаю, будет, наверное, как с кораблем получится, типа, вот так. Ну, ладно. Давайте пока что так сделаем. Потом, если что, я поменяю. Давайте теперь мы сделаем через прямое линейное лассо. Вот так вот. Теперь мы быстрый экспорт сейчас сделаем. И всё. Давайте сейчас посмотрим, что получилось. Так, ну, давайте смотреть. Так, где тут? Вот иконочка. А, вот глаз. Вот этот вот глаз. Надо глазик убрать. Давайте сейчас уберём. Так, где тут? Блин, тут всё такое белое. Я не знаю. Что тут? Реально, где глаз? Вот этот вот. Его ещё надо найти. В чём суть? Блин, это капец. А, вот он, вот. Нифига себе. Вот это я красава. Так, ну, получается, мы его убираем. И теперь всё. Давайте теперь заново. Ну, просто сохранить. А, не, он сохраняется в PSD формате. Всё. Теперь мы опять закрываем. И снова открываем. Вот, всё. Вот теперь, я думаю, более-менее получилось. Но тут вот, видите, такая вот обводочка. Ну, не знаю. Мне, ну, может быть это... Я как раз пока буду вот это вот... После ролика я думаю, как раз вот это всё переделаю. Ну, а так ладно. Пока что меня так всё устраивает. Но потом я думаю, наверное, подкорректирую. Давайте теперь мы... Давайте не будем лучше что-нибудь проходить. Какой-нибудь уровень. Давайте вот сразу портал мы сделаем. Чтоб шестерёнка была. Забыл самое главное сделать. Нужно же сначала, в первую очередь, в первую очередь... Вот так вот мы сделаем. Так, и посмотрим. Ну, кстати, выглядит довольно... Ну, не, нормально. Нормально. Топовая тема. Как вот это вот... Блин, вообще классно. Буду теперь всегда в профиль свой заходить. Надо было, знаете, ещё как? Сделать освещение. Сделать такое вот внешнее свечение. Чтобы как свет было такой. И в бирюзовом цвете было... Я думаю, было вообще ещё лучше. Но теперь я думаю, что на этом можно и закончить. Как я говорил, набираем 5000 лайков и выйдет продолжение. Потому что, как вы видите, за один ролик я не успел полностью сделать текстурпак. Даже не смог все иконки из других геймодов поменять. Поэтому продолжение зависит от вас. Но я уже буду с вами прощаться. Всем удачи и всем пока.